В эфире телеканал Академии информационная программа события. В студии Виктор Березовский. Здравствуйте! Коротко о главных событиях этого дня. В Милане встретились президенты Украины, России и Франции. Охрана Владимира Рондина совершила вооруженное нападение на конкурента. Жители села Гребенники после длительного ожидания получили необходимое детское дошкольное учреждение. О главных событиях страны смотрите в свежем выпуске всеукраинских новостей. В Милане встретились президенты Украины, России и Франции Петр Порошенко, Владимир Путин и Франсуа Оланд, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины. Встреча в формате рабочего завтрака состоялась в пятницу 17 октября в рамках 10-го саммита форума «Азия-Европа». На встрече также присутствовали премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Матео Ренци, президенты Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу, председатель Европейского совета Херман Вамромпей и новый глава европейской дипломатии Федерико Маггерини. Сообщается, что это второй раунд многосторонних переговоров при участии президентов Украины и Российской Федерации в Милане. Премьер-министр Италии Матео Ренци заявил, что по итогам встречи лидеров в расширенном формате в рамках саммита сделан важный шаг в дискуссии по Украине, но разногласия остаются. Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились в Милане по трем ключевым вопросам. Об этом заявил Петр Порошенко. В первую очередь речь идет о выполнении всех пунктов Минского протокола. Также была достигнута договоренность о проведении выборов на Донбассе в соответствии с нормами украинского законодательства. Кроме того, стороны достигли определенных договоренностей по газовому вопросу. У нас есть определенный сдержанный прогресс в газовом вопросе. Мы договорились об основных параметрах контракта. И сейчас завершаются переговоры относительно источников покрытия дефицита необходимых средств для финансирования контракта. Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал закон Украины об основах государственной антикоррупционной политики в Украине «Антикоррупционная стратегия» на 2014-2017 годы. Об этом сообщила пресс-служба председателя Верховной Рады. Теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. В проекте стратегии предлагается создать прозрачные принципы финансирования проведения выборов, деятельности политических партий, а также устранить коррупциогенные риски в деятельности выборных органов и усиление общественного контроля за их деятельностью. От угроз словесных к физическим увечам охрана Владимира Рондина совершила вооруженное нападение на конкурента. Клоуны во главе с их предводителем, а заодно к кандидатам нардепа Алексеем Дурневым, не на шутку разозлили так называемых тетушек, пытаясь прорваться в помещение медучреждения, где за закрытыми дверьми их шеф, он же кандидат нардепа Владимир Рондин, уговаривал преподавателей и будущий среднемедицинский персонал отдать ему свой голос. Понимая, что все тайное не кстати становится явным, оратор самолично начал душить Дурнева. Предводитель супергероев наконец-то выполнил свою главную миссию. Скандалисту удалось вплотную подобраться к человеку, которого он считает своим основным конкурентом на выборах. Для этого Дурневу пришлось силой прорываться в аудиторию медучилища. И он прорвался. Увидев Дурнева в зале, Рондин теряет самообладание. Миллионер прерывает свою агитационную речь и бросается на телеведущего. Таким образом, встретиться лицом к лицу с оппонентом Алексеем Дурневым все-таки удается. Правда, в тот момент, когда руки кандидата смыкаются на шее шоумена. Рондин душит своего конкурента на глазах у студентов и преподавателей медучилища. Действительно, знает, что делать. В этот момент в зал врывается разъярённая охрана Владимира Рондина. В руке одного изверзил пистолет. Пришедшие на встречу студенты в панике покидают аудиторию. Следом за ними от расправы бегут и Дурнев с супергероями, оказавшимися на деле не очень супер и совсем не героями – клоунами. Уже на улице супергерои наталкиваются на отряд милиции и просят защитить их от вооружённого нападения. Охранники Рондину, к слову, в этот момент спокойно стоят рядом. Дурнев и его свита пытаются уйти. Начинается настоящая вооружённая погоня. Если к нам нет никаких официальных вопросов, мы уходим. Идём, идём, идём. О-о-о-о! Тихо, тихо! Давай, давай, давай! Снимай, снимай! Снимай, снимай! Ствол выпал! У него в руках пистолет! Что предпримет главный скандалист предстоящих выборов, остаётся только наблюдать. Но предводитель супергероев говорит, свою главную задачу он выполнил. Показал одесситам истинное лицо кандидата в народные депутаты Украины Владимира Рондина. И уверен, теперь одесситы знают, что делать. НПЗ в отцеплении на нефтеперерабатывающий завод зашло около ста человек. Их сопровождали люди в масках и с оружием. Прибывшие перекрыли входы и выходы и зашли в помещение. Они не представились, но заявили, что цель их визита – отбор проб нефти. Напомним, в апреле этого года суд арестовал имущество предприятия. Руководство НПЗ обвинили в контрабанде. По данным правоохранительных органов, в течение нескольких лет на предприятии завозили нефтепродукты якобы для экспорта. О чем говорили соответствующие документы. А по факту их продали отечественным клиентам. Представители НПЗ считают происходящее рейдерским захватом. Согласно статье, я вам ее дам, 164 Уголовно-профессионального кодекса, тут четко написано. В этом постановлении должно быть указано фамилия, имя, отчество лица, которому предоставляется право, время, доступа к вещей и документам. Этого бы не было указано. Мало того, этих сотрудников было очень много. Там порядка 100 человек сотрудников этих предприятий. Также были люди в масках и в черной форме, в камуфляже, которые явно не собираются делать экспертизу и пробы. Не представились прибывшие и журналистам, как и не пустили на само предприятие. Но они заявили, что действуют в рамках закона. Сейчас просто следственные действия идут. Подробнее вам потом уже все скажут официально представители МВД. Предвыборный фарс. Кандидат народной депутаты Владимир Рондин показательно остановил незаконную застройку парковой зоны на 8-й станции Большого Фонтана. Но строительство продолжилось, как только миллионер покинул возмущенных жителей района. Соседи на холстрое не отчаялись и отправились на поиски реальной помощи. Мэру Труханову два письма. Мы писали ничего, ничего, отписки, только отписки. Понимаете какие? Вот. Вот они отписываются. Вот посмотрите. Охота на парковую зону на 8-й станции Фонтана ведется уже 10 лет. Обращения городской власти не принесли результатов. Землю кусочками отдают под застройку. Теперь дело дошло до узкой полосы вдоль набережной. Рано утром строители в окружении охраны начали осваивать территорию под двухэтажный дом. Закаленным соседям охрана не помеха. Жильцы квартала готовы грудью отстаивать каждый сантиметр родного парка. Обращение в милицию о прекращении захвата общественной собственности парка. Здесь парк решили захватить. А это свободный зон, должно быть свободный, доступный, удобный, простой. Конечно, возмущаемся. Зачем нам здесь еще двухэтажки? Это, представляете, все дома наши. Я же там живу. Но все дома наши пойдут вниз. Кандидат в народные депутаты по Приморскому району Владимир Рондин будто бы и ожидал захвата земли. Приехал практически одновременно с охраной бессовестного строительства и даже остановил земельные работы. Конечно, на публику и не без участия других депутатов городского совета. Мы голосовали, что это черта парка. Он увеличил, я понял, как это было еще пару лет назад. Я хочу сказать, что это незаконно. Я говорю о том, что последний разрешительный документ на установку, чего-либо, выданный сейчас, в сентябре, при этой городской власти. На месте оказались и названный владелец земли, и его представитель. Мы улицу не купили, мы купили земельный участок. Но они почему-то друг друга не узнали. Ну, этого человека не знают. Какого? Вот этого, что приходил, вы не знаете? Ну, он принес оригиналы документов. Но это собственно? Да, он сказал, что он собственно. Давайте мы его снова позовем. Я представитель по доверенности, я показал доверенность всем. Вы представитель этого человека? Я представитель Патуридеса Алексея. Это не Патуридеса Алексея? Здесь Патуридеса Алексея я не видел своего доверителя. Кроме того, по документам строительства дома разрешено по несуществующему адресу. Улица Литературная, дом 2. Все действие с рабочими под охраной и остановкой строительства Владимиром Рондиным превратилось в парс. Зачистка территории спустя несколько часов возобновилась. Но жильцы, заблаговременно почуяв продолжение, отправились на прием к народному депутату Украины Сергею Кивалову искать юридической помощи. У нас есть все юридические основания, у нас есть и моральные основания остановить эту стройку. Остановить и разобраться, потому что под шумом хотели просто украсть участок земли, который принадлежит громаде нашего города. И пока земляные работы на восьмой станции Большого фонтана продолжаются, а Владимир Рондин ищет новые площадки для пиара, документы для подачи исков в суд по делу незаконного захвата земли готовят грамотные юристы. Особенности предвыборной кампании «Цифры и факты» приводят главы окружных избирательных комиссий 50 на 50. Так руководители характеризуют подготовку к всенародному волеизъявлению в Одесской области. В специальном опросе Киевского института социологии аналитической группы «Цифры» учитывалось все. Оттого укладывается ли кампания в сроки до таких вопросов, как безопасность и доверие среди коллег. Наибольшую угрозу предстоящим выборам в Раду представляет недостаток времени для формирования участковых комиссий, считают руководители окружкомов. Ровно половина руководящего состава областных избирательных комиссий едины во мнении, что 15 дней не является достаточным временем для формирования избирательных участков. Несмотря на то, что выборы досрочные, за 10 лет практики времени на их подготовку рекордно мало. Каждый пятый респондент опроса знает членов комиссии, которые получают материальное вознаграждение от субъектов избирательного процесса, которые выдвинули их на работу в избирательный округ. Данные, полученные по вопросам материального обеспечения, говорят о том, что часть денег не проходит через финансовые отчеты. Такими ситуациями может заинтересоваться прокуратура. При этом, более половины опрошенных считают неудовлетворительным размер материального вознаграждения со стороны государства за выполнение функций членов окружкомов. Продолжение следует... За три дня до выборов суд будет работать по новому специальному составленному графику дежурств судей и работников аппарата. Новое расписание позволит гражданам обратиться в суд в удобное для них время. Коллегия судей порекомендовала заблаговременно прийти на участок и проверить, есть ли ваша фамилия в списках избирателей. Если вас нет в списке, по четверг включительно, по 23 октября включительно, если вы обратитесь с иском в суд, иск будет обоснован. Естественно, мы удовлетворим, обязываем избирательную комиссию включить вас в список избирателей. Обратитесь, посмотрите, если у вас нет в списке, приходите, пожалуйста, в суд с заявлением. В кратчайшие сроки будут рассмотрены ваши заявления и восстановлены ваши права. Таким образом, сверить свои данные со списками избирателей следует не позднее 23 октября. Только так избиратель сможет рассчитывать на выдачу бюллетеня на участке. В противном случае проблему решить не удастся. Однако это касается лишь отсутствия в списках. Проблемы с неточностью данных можно будет решить даже непосредственно в день выборов. Если вы пришли на выборы, и вы в списке есть, но есть какая-то ошибка. Например, стандартные ошибки, это, допустим, неправильное написание буквы, несоответствие паспортным данным. Э, Е, И, И. Очень часто встречается. В этом случае председатель избирательной комиссии участковой сам может внести исправление и выдать бюллетень для голосования. Что касается переселенцев из зоны АТО, а их в Одессе и области несколько тысяч, то для этой категории людей процедура будет упрощена. Наше правительство позаботилось об этой ситуации, и для этих людей существует другой порядок. Они имеют право обратиться в выборчую комиссию для изменения избирательного адреса. Киевский районный суд будет работать в день выборов в штатном режиме. Коллектив суда готов предоставить избирателям всю необходимую посильную помощь для обеспечения волеизъявления. К стыду гор Зелентреста. Команда Сергея Кивалова наводит порядок во дворах Приморского района. Пришло время подрезки деревьев на Черняховского 5. Сухие ветки врезались в электропровода. Вот такие сухие деревья, они на голову деть. Зелентрест наш. Это-то, в общем-то, работа Зелентреста. Магазин здесь рядом. Здесь люди ходят. Не дай бог что-то случится. Ветки эти давно нужно было подрезать. Но летом нельзя, зимой нельзя. Вот осенью как раз можно и ветки отпилить, почистить деревья. Но и самое главное, можно и высаживать еще. Я думаю, что нам необходимо сейчас как раз то время, когда можно высаживать деревья, какие-то кусты. У нас хороший двор здесь. И двор может стать еще лучше, если поддерживать в нем порядок. А для этого необходимо наладить работу коммунальных служб. Нужно поменять систему. Раз она не работает. Раз они собирают только деньги и не выполняют никакую работу, которую они обязаны это сделать. Поэтому мы пойдем по такому пути. И в городе, и в стране надо менять. 15 лет без детского сада в прошлом. Жители села Гребенники Великомихайловского района после длительного ожидания получили необходимое детское дошкольное учреждение. Современное оборудование, спортивная площадка, на свежем воздухе, отопление, горячая вода. На строительство садика в целом было потрачено чуть больше 4 миллионов гривен. На торжественной церемонии открытия социально важного объекта побывал Виталий Хемий. У 4-летней Полины праздник. Она первый раз идет в детский сад для поселка Гребенники, что в 8 километрах от Украины молдавской границы и тысячи его жителей – это настоящее событие. Объект ждали целых 15 лет. Мы очень это давно уже ждали и хотели, чтобы наши дети как-то в чем-то развивались, учились, не просто дома сидели. Знаю, что будет воспитателям очень трудно, потому что это только новое, давно было все закрыто, но персонал очень хорошенький, все молодые и перспективные. Предыдущий детский сад располагался в здании, построенном в 50-х годах прошлого столетия и после упадка сельского хозяйства основного спонсора и кормильца был в 2000-м закрыт. Новенький садик рассчитан почти на 50 мест, что лишь ненамного меньше общего количества заявлений. Основная задача персонала – привить детям тягу к дошкольному образованию, чтобы в первый класс они пришли уже достаточно подготовленными. Такая потребность, что дети пришли уже в школу, читающие, и почти чтобы они могли писать. Поэтому у нас, по-перше, вы видели, учебный класс, очень хорошо оснащенный, с интерактивной дошкой. И у нас для этого много и проектор, видеопроектор. Все у нас есть для того, чтобы подготовить детей до школы достойно. Побывавший на открытии детсада, председатель облсовета Алексей Гончаренко подчеркнул, что строительство подобных объектов – неотъемлемый элемент государственной программы, которую инициировал президент Украины. Гончаренко напомнил также, что на гребенниках восстановление детских садов в регионе не остановится. Мы сегодня имеем по более чем 10 объектам проектно-смеховную документацию по Великомихайловскому району. И в меру сил и возможностей бюджетных мы будем делать все возможное, чтобы постепенно мы смогли реализовать все те потребности социальные, которые есть у жителей, у громады Великомихайловского района. Уже в понедельник детский сад в гребенниках приступит к активной работе. 12 человек персонала, среди которых 3 воспитателя, ждут первых за 15 лет детей. Виталий Хемий, События, телеканал Академия. Школьники воина. Учащиеся одесских школ помогли раненым бойцам АТО. Всего лишь за несколько дней юные волонтеры собрали 24 тысячи гривен. На эту сумму ребята купили дорогостоящие медикаменты. С Украиной в сердце. Ребята из двух учебных заведений Одессы приготовили картины, рисунки и поделки, чтобы поддержать боевой дух и моральный настрой бойцов АТО. Дворик военного госпиталя. Сегодня здесь звучат звонкие детские голоса. Школьники рассматривают рисунки и сувениры, сделанные своими руками. Это особые подарки для особых людей. Нарисовано то, что солдат возвращается из танка домой к своим родным. Ты ребенка, жена и мама с папой. Здесь как-то украинский флаг, пожелание написано, чтобы солдатам хоть какого-то позитива прибавить, чтобы дух их поднять. Я хочу пожелать им выздоровления, спасибо им огромное, что они воевали за нашу страну. Хочу, чтобы был мир во всем мире. Мы принесли подарочки небольшие, это рисовали дети с четвертого класса и с третьего, это рисунки. И вот дети сами приготовили фенечки небольшие, как бы так сказать, военным, да. Несмотря на юный возраст, дети знают о том, что в Украине ведутся боевые действия. А тех, кто борется за мир и покой в нашей стране, малышам рассказывают родители и учителя. У нас в школе воспитание, патрическое воспитание, поэтому детки знали, что они идут к воинам. И на эту тему готовили рисунки. Мы тему не говорили конкретную, но не знали, куда идут, поэтому рисунки, соответственно, были подготовлены. Вот здесь мальчик рисует картину «Наш флаг», «Солнышко», «Небо голубое» и говорит этим рисункам о том, что все-таки наша земля будет свободная. Вот здесь детки детского сада рисуют аппликации, и здесь детки детского сада аппликации, которые тоже выражают такую солнечную радость. Девочка здесь из шестого класса пишет гимн Украины. Насколько это возможно передать таким понятным, доступным языком, но они все понимают по-своему, что происходит в нашей стране, для чего мы здесь приехали. Сегодня бойцам дарят позитивные эмоции учащиеся двух школ – Эрудит и Надежда. Перед встречей с госпитализированными солдатами ребята заметно волнуются, знают – перед ними настоящие герои. Хотим пожелать мирного неба, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы выздоровеете. Вы обязательно выздоровеете, держите это вам. Давайте обоих поцелую. Не переживайте. Нет, не переживайте. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы молодцы. На этом добрые дела школьников не заканчиваются. Не по-детски предприимчиво ребята собрали 24 тысячи гривен. Несколько дней назад в их школах прошла ярмарка. Хендмей, подделки и вкусности продавали родителям и учителям. На ярмарке каждый класс преподносил что-то свое. Кто-то готовил еду, кто-то также вот такие фенечки изготавливал. Мы это все продавали, покупали родители и ученики. Ну, так вот, трудом собрали все эти деньги. Вырученные средства дети отдали руководителям школ. А те, в свою очередь, закупили дорогостоящие лекарства для военного госпиталя. Этот препарат жизненно необходим для лечения раненых солдат. Лекарство, которое нам принесли, оно применяется. Ребята очень многое получают контузию. То есть взрывный взрыв. И мы говорим о том, что там сотрясение мозга. Это тоже где-то рядом. Оно стоит. И эти препараты, они улучшают сосуды головного мозга. Улучшается их деятельность. Сотрудники госпиталя не перестают благодарить детей за помощь. В столь юном возрасте они сделали свой маленький вклад в большое дело. Лекарство, которое вы сегодня принесли, оно здорово поможет ребятам, которые вернулись в САТО. Многие из них раненые, контуженные. Вот этот препарат им будет помогать. Поэтому низкий вам поклон. Вы тоже участвуете в большом деле. Волонтерство. И командование ВМЦ благодарит в виде бодяки такой у вас. Так что растите. Пусть будет над нами мирное движение. Герои нашего времени. Настоящее мужество и волю к победе проявили спортсмены с ограниченными возможностями. Спартакиада для паралимпийцев состоялась в спорткомплексе Национального университета Одесская юридическая академия. В соревнованиях приняли участие 80 инвалидов. Подробности в сюжете далее. Преодолеть себя и показать пример другим. Именно таких людей можно смело назвать героями. Они с каждым днем, несмотря ни на что, находят в себе силы становиться сильнее и добиваются успехов. Спортсмены с ограниченными возможностями из городского общества инвалидов, общественной организации «Дорога добра» и спортивного клуба инвалидов «Одесса Баскет» наконец получили возможность провести соревнования на высочайшем уровне. Масштабный турнир состоялся на базе спортивного комплекса юракадемии. А инициатором и идейным вдохновителем соревнований стал президент вуза Сергей Кивалов. Поднять дух могут именно вот эти люди, которые сегодня занимаются и выступают на стадионе Национального университета юридической академии. Вот они непосредственно являются примером жизнелюбия и мужества. Нет ограниченных физических возможностей, есть ограниченные желания. Вот если у человека есть желание, если он хочет полноценно работать, трудиться, заниматься спортом, это здорово. Тогда он является и примером для других. В программу соревнований вошли четыре вида спорта. Настольный теннис, стрельба из пневматического оружия, дартс и баскетбол на колясках. Баскетболисты-колясочники уже давно известны в нашем городе. Они регулярно принимают участие в международных соревнованиях и считаются одними из сильнейших в Украине. Но вот беда. Последние полгода спортсменам банально негде было тренироваться. После смерти Бориса Литвака у колясочников отобрали время в доме с ангелом. Навстречу инвалидам пошли в юрокадемии. Мы, например, давно не тренировались. Одна из причин, чего мы давно не тренировались, умер Борис Давыдович Литва, как вы знаете. Мы там тренировались. И сейчас у нас одного из наставников нету. И нам тренироваться негде. И мы это все время, уже где-то полгода не тренируемся. Я надеюсь, мы теперь будем тут. Нам пообещали сегодня. Да? Да, я поэтому так радовалась. Ну, сегодня вот сказали, что мы можем. Я надеюсь на то, что... Потому что огонь есть, мы хотим, мы можем, мы... А я вообще-то, я только, только у меня начало получаться. Я в 80-х не могла даже мяч закинуть, докинуть до щита. Ну, вот зажат позвоночник и все. И только... Я первые три мяча вообще просто вот, ну, в разминке забила. И оп, и нету этих тренировок. Именно такие турниры помогают героичным людям не чувствовать барьеры и быть полноценными членами общества. Для них это мотивация повышать свой уровень на тренировочном процессе. В связи со сложной ситуацией в стране соревнований все меньше, а среди участников спартакиады множество настоящих талантов. Для меня это, как бы, единственное такое занятие интересное. Я себя пока в этом нашла. Теннисом занимаюсь три года где-то. Ну, не знаю, понравилось, начало заниматься. Ну, тренер мне, Оля. И что тренер говорит, как, ну, успехи какие-то появляются? Ну, я участвовала в чемпионате Украины, заняла первое место в своем классе. Спартакиада для паралимпийцев принесло положительные эмоции всем участникам. Подобные категории граждан очень важно иметь возможность заниматься спортом. Своими выступлениями, высокими результатами и рвением к победе они подают пример и показывают, как нужно любить жизнь. Возродить промышленность, привести в порядок инфраструктуру, остановить войну, отменить пенсионную реформу. Несмотря на угрозы от радикалов, одесский Стальканат посетил экс-вице-премьер-министр и кандидат народной депутаты от оппозиционного блока Александр Вилкул. Встреча прошла спокойно. Побывала там и наша съемочная группа. Стальканат – одно из самых известных одесских предприятий. Однако не только благодаря своему производству, но и скандалу разгоревшимся в 2011 году, когда завод оказался на грани закрытия. В 2011 году, когда от нас практически все отвернулись, самое сложное время, Стальканат Юрьевич нам помог, несмотря ни на что. И очень эффективно. Он один из немногих политиков, который знает, что означает быть обычным рабочим. Александр Вилкул прошел путь от заводского цеха до кресла вице-премьер-министра. Теперь он кандидат народной депутаты от оппозиционного блока. Какие основные в оппозиционном блоке, какие он перед собой ставит задачи? Если коротко сказать, то это просто защитить и спасти. Защитить людей. Защитить людей от войны. Оппозиционный блок недаром называют единственной партией мира. Возродить промышленность, остановить войну, улучшить инфраструктуру. И не оставить холодными квартиры жителей Украины. Вот главное обещание Александра Вилкула. Вопросы трудового коллектива Стальканатск коснулись разных тем. Но все же чаще всего они возвращались к самому наболевшему. Как остановить боевые действия на Донбассе? И какую веть власти выберет Украина в дальнейшем? Оппозиционный блок – это практически вчерашняя партия региона. И все вопросы, которые вы собираетесь принимать, начиная с оппозиционной реформы, послушайте, вы и ввели. Поэтому никакой индексации, ни зарплаты, ни пенсии за время предыдущего не было. Члены бывшие или действующие, не знаю, бывшие, наверное, партии регионов есть практически во всех списках. В списке Порошенко, правильно или нет? Правильно. В списке сильной Украины, правильно или нет? Да. Даже в списке Лешка, муж Инны Богословской. Так или нет? Только в отличие от них мы не перекрасились. Вот такие, как я, не перекрасился. И то, что говорил вчера, то я говорю и сегодня. Пенсионную реформу внедрил лидер другой политической пары. Уже убедил, что эту пенсионную реформу надо делать, а потом она, а потом в итоге эта пенсионная реформа не дала ничего, кроме, я же говорю, горя и разочарования. Во время встречи Александр Вилку озвучивает четыре шага стабильности в Украине. Но главный из них это дипломатические переговоры и путем их прекращения боевых действий в Украине. Таким увидели 17 октября наши корреспонденты. Это была информационная программа «События». Для вас работал Виктор Березовский. Увидимся в эфире.